Радужный проект Московского музея современного искусства «Гараж» добрался и до Иванова. Художниками в нашем городе стали учащиеся с 1 по 5 класс школы-интерната номер 1 для глухих и слабослышащих детей. Ребятам предложили акриловыми красками на деревянных панелях изобразить радугу или любой рисунок, который бы передавал яркое веселое настроение. Иваново – финальная точка радужного пути. Мы действительно путешествовали, гастролировали с нашим радужным путем по городам России. Самая дальняя точка была Красноярск, Екатеринбург, Перми, Казани, Нижний Новгород. Сейчас мы приехали в городе Иваново, еще были в Санкт-Петербурге и в Москве. В основном мы посещаем специализированные интернаты. Автор проекта – швейцарский художник Угородниноне. Для него радуга – один из постоянных образов в творчестве. Универсальный символ разнообразия и радости жизни, мировой гармонии и равновесия. И дети, как никто, могут передать весь оптимизм радуги в своих работах. Говорят, если у человека отсутствует один из органов чувств, его недостаток с лихвой компенсируется другими. И верно, воспитанники интерната – яркое тому подтверждение. Я бы сказала, что это особый взгляд на мир. Как я всегда говорю, у наших деток иная эмоция, иногда недоступная нам с вами, но очень-очень светлая и полная любви. Мы хотели еще раз показать всему миру, что наши дети позитивные, полные любви, света и талантливые. Илье 11 лет, он учится в пятом классе. Мальчик не слышит и почти не говорит. Но это не мешает ему ни творить, ни давать интервью. Жизнерадостный школьник посчитал, что рисовать радугу скучно. Изобразил любимого персонажа комиксов. Глухие друзья. Это Халк. Еще что расскажешь. Мы рисовали, я очень люблю рисовать. И все, как и все ребята, у каждого все по-своему, все разное было. Почему Халк? Почему? Стеночки все ставят. Я телевизор смотрю, детские программы. Мне очень было интересно. Вот и нарисовал. 1500 работ из 9 городов страны. В марте станут частью проекта под названием «Твой возраст и мой возраст и возраст радуги». Деревянные панели составят, пожалуй, самую длинную радужную стену в мире. Украсит она площадь искусств в парке Горького. Что ты нарисовал? Я нарисовал комат. Почему комат? Потому что мне нравится комат. Никакого конкурсного отбора, никаких правил и форматов. Швейцарский художник отметил, особенность детского творчества в том и состоит, что у него нет ограничений. Посетителям проект у Музея современного искусства «Гараж» будет доступен с 10 марта до 21 мая. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.